Всем здравствуйте! В сегодняшнем нашем видео мы будем втачать воротничок. Мы сделаем выкройку воротничка стоечки и вошьем вот такой вот кружевной воротник. Сзади будет идти застежка, она еще у нас не закончена, здесь у меня нет крючочков. Вот такой вот воротничок и стоечку сейчас мы с вами рассмотрим. И начиная обработки горловины, мы с вами сейчас должны проверить еще раз складочки, все которые заложены. И я по складочкам, для того чтобы и стабилизировались, и было правильное направление складочков, сейчас каждую складочку, вот наверное сантиметра на два, я сделаю такие вот закрепочки по два сантиметра каждой складки. И затем сделаю стабилизирующую строчку, то есть пройду вот так вот просто по складочкам один раз и складочки разложу. Вот они будут встречные, друг к другу. То есть это то, что мы сейчас сделаем. Вот так вот получилось. Я здесь взяла даже по два с половиной сантиметра. Теперь дальше, что мы будем делать. К этому платью будет идти воротник-стойка, и на него будет пришиваться вот такой вот кружевной воротничок. Поэтому нам нужно будет сейчас построить воротник-стойка. Но, как видите, у нас впереди застежки нет, поэтому застежка у нас будет по спинке. Мы по спинке со швом у нас она. И когда мы делали шов, мы оставили здесь, наверное, сантиметров 7 или 8, до конца не доходили. Обработка. Я вот уже говорила, что здесь обработку я не делаю ни оверлоком, ни зигзагом, потому что ткань вообще не сыпется. Не сыпется никак. Я ее и терла, и все, ничего не сыпется. Для построения воротничка нам необходимо будет измерить горловину. Ну, я горловинку уже измеряла. У меня она получается такая, не прям впритык под горло. И вот здесь вот 24 сантиметра. Вот я измерила 24 сантиметра. То есть сложенная вдвое. Для построения воротника берем лист бумаги, находим, вот у нас будет эта линия вперед. Я просто от обратного теперь иду, потому что застежка будет по спинке. Вот я откладываю 24 сантиметра. И теперь вверх по прямой откладываем 2-4 сантиметра. Это для изгиба, для того, чтобы воротничок хорошо ложился. И теперь вот от этой точки, ну, здесь давайте мы напишем 2-4, мы откладываем высоту стойки. Высота стойки я буду делать ее 3 сантиметра. Вот это уже высота стойки. Далее, что мы делаем. Две точки, вот эту точку и эту точку соединяем пока по прямой. Буду пока соединять ручкой, а потом наводить маркером. Вот мы соединили. Теперь вот эту линию нам нужно разделить на 3 части. Буду делить ее как бы, ну, визуально. Не обязательно прям до миллиметра. Это не важно. Вот разделили мы. И от крайнего деления поднимаемся вверх на 0,5 сантиметра. Вот это вот расстояние последнее, которое мы получили, также делим пополам и опускаемся вниз. Ну, здесь миллиметра на 2-3 надо, совсем чуть-чуть. И теперь проводим такую вогнутую линию. Вот это вот я провожу та линия, которая будет вшиваться в горловину. Вот через точку, которую мы подняли на 0,5 сантиметра. Через точку деления. Теперь на 0,2 сантиметра. И дальше вот я по прямой сошла. Высота стоечки 3 сантиметра. Теперь я откладываю вот так вот несколько раз. Всегда вот так вот делаю под прямым углом по отношению к линии плавной, которая у нас идет. И получаем стоечку. Вот мы получили уже воротничок. Застежка будет на спинке. И вот здесь вот мы можем, если мы хотим, чтобы прям у нас была такая вот застежка, да, вот если мы хотим, чтобы был нахлёст и вот здесь вот пуговичка, то тогда именно к спиночке мы добавляем 2-2,5 сантиметра. 2-2,5. И вот здесь тогда делаем петелечку. Я еще не решила, либо я буду делать вот так вот нахлёст и петелечку, либо у меня будет застежка идти, ну, пуговичка с такой накладной петелечкой, которая будет застегиваться внизу. Тогда я буду делать вот так. То есть это я определюсь. Ну, вот с чем я еще хочу вам что показать, с чем я уже определилась, что вот здесь вот сам воротник, где у меня идет вперед, середина переда, сгиб, я хочу немножечко уйти. Я вот так вот, чтобы было более такое прилегание, вот здесь вот буквально миллиметров на 5 вот так вот уберу и урезаю теперь по вот этой линии. и теперь вот здесь у меня линия сгиба будет вот она, у меня где. Ну, естественно, мы должны сделать еще прибавки кругом на шов. Ну, пока я вырезаю вот так вот. Еще раз повторюсь, что я еще не определилась, как я буду делать. И вот мы получили вот такую вот стоечку. Ну, это стоечка, которая должна быть вот такой вот в готовом виде. То есть, когда мы будем складывать ткань в ткань, давайте мы складываем ее в ткань. Вот у нас, мы будем прикладывать, линия сгиба пойдет вот сюда. Вот видите, куда у нас воротник ушел? Ну, у нас по середине переда будет вот такое прилегание, то есть воротник не будет оттопыриваться. И сейчас я вырезаю цельную часть, вот по линии сгиба, сейчас я сделаю из флизелина. И вырезаю две детали из ткани. Вот я вырезаю лично так, мне так больше всегда нравится. Я сначала флизелин вырезаю, наклеиваю на ткань. И чтобы воротник был абсолютно одинаковый, складываю вдвое. Делаю припуски, отмечаю. Вот так вот по всему воротничку. И затем вырезаю. Вот я вырезала две детали вместе, я вот сколола. Чтобы они не сдвигались, намечаем центр. Вот середина переда, линия сгиба. Убираю с одной стороны булавочки. Булавочки брала эти очень тоненькие. То есть нужно по ткани подбирать и булавочки, чтобы были не очень толстые. Теперь необходимо будет вметать воротник. Ну вот мы берем сейчас, вот и воротничок. Вот деталь, которая у нас будет идти к переду. И я ее буду выставлять вот по линии. Вот я на отсечку здесь сделала небольшую. И теперь буду сейчас вметывать вот так вот на один поковоротничок. Там где мне будет ее видно, эту деталечку. И потом вторую точно так же. После этого будем складывать. И будем делать шов. Ну давайте я вметаю, покажу, что получится. Вот я воротничок приметала. Приметала пока только к одному краю. Второй. Вот прикладываем, булавочкой скалываем. И можем делать шов. Шов буду делать вот так вот вдоль линии флизелина. И вот здесь хочу обратить ваше внимание, что вот по краю воротника я его тоже вот так вот прихватила. Прихватила почему? Потому что он будет входить в сторону. И мы можем его потом захватить. А нам это не нужно. Все, выполняем шов. Теперь внутри мы должны убрать излишки припусков. Сам воротничок я не трогаю. То есть я срезала с одной стороны припуски и со второй. После этого необходимо будет нам вывернуть. Ну удалим естественно наметку. Вывернем и все хорошо. Вот так вот в разложенном виде. Видите, мы проутюжим и прометаем. Так, чтобы шов был на ребро. Вот уже воротничок я сметала. Вот так он получился. Когда он у нас разворачивается, то все расходится. Вот так вот. И теперь мы будем приметывать. Уже воротник готов. Я от увидите, прометала пока по верхней части. Сюда я не доходила, потому что здесь мы сейчас будем с ним работать. И сейчас я буду та часть, которая у нас будет лицевая, которая будет идти наружу, буду приметывать, начиная от центра. Вот по центру я делала надсечки. Теперь я складываю вот таким вот образом. И нахожу центр. Вот он у нас. И буду наметывать отсюда и до спиночки, до середины спинки. После того, как мы пришили воротничок, нужно тоже убрать излишки, излишки припусков. Ну, смотрите, я по воротничку сейчас излишек припуска оставлю где-то миллиметров пять. Вот так вот пройду. А саму горловинку трогать не буду. Вот так вот мы сейчас срежем. Затем, что я сделаю? Я повысекаю вот эти вот уголочки, чтобы у нас их не было. Уголочки, которые идут вот на плечах. То есть плечевые срезы. Повысекаю. Вот здесь вот поубираю по нашим складочкам. Ну, не до самого края, а вот где я фиксировала и делала шов по горловинке. Вот стабилизирующую строчку. Только до нее я делаю. Дальше складки у меня остаются. После этого, когда я все это сделаю, необходимо будет опять набрать нитку с иголкой. Ну, это все закончу. И мы вовнутрь вкладываем. Вот так вот. Срезы будут идти вовнутрь, повернуты кверху воротника. И дальше необходимо будет воротничок вот так вот делать в подгибочку. И пройти здесь можно будет либо вручную, чтобы не было шва, либо сделать подгибку таким образом, чтобы она перекрывала немножечко вот шов. И тогда можно сделать шов по краю, вот под воротником. Но я буду это делать все вручную. Я не хочу, чтобы были какие-то швы. Ну, я уже говорила, когда я делала одну обработку рукавов, что я нитки точно в тон не нашла. Вот с горчичным цветом проблема. Поэтому я все буду делать вручную. Итак, закладываю вовнутрь, поворачиваю и вручную все. Сначала прометаю, потом вручную все это подошью. Вот я прометала. Я еще не пришила, все просто прометала. Покажу вам, как уже смотрится. Сзади я куплю крючочки. И крючочки пришлю таким образом, чтобы их не было видно. Ну, и вот так вот будет смотреться воротничок. Надеюсь, видео было полезным для вас. Кому видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!